Всем большой привет! Итак, я наконец-то добралась до пустых баночек и наконец-то сейчас я буду избавляться от банок склянок, даже склянок, кстати, две, три. Вот, приступим! У меня закончился вот такой вот спрей, водный спрей-освежитель от компании Faberlic, называется весенние цветы. Очень долго я пользовалась, вообще ничего уже нет. Мне нравится, что он на водной основе, то есть, вроде как, он не вредит окружающей среде. И, кстати, я перезаказала его именно вот такой же весенние цветы. Значит, на пункт выдачи уже пришел мой заказ, нужно в ближайшее время поехать и забрать. Так что, вот такую баночку я меняю на новую баночку. Еще, наверное, на полгода, может, больше мне хватит. Я так думаю. Так, не буду кидать, буду ложить. Что еще? У меня закончился гель для душа, не вея, а вот такая вот карамболь. Карамболь, да. Очень свеженький, очень такой зелененький, довольно-таки приятный, освежающий, классный. В общем-то, люблю. Я его периодически, знаете, покупаю. Наверное, год назад, последний раз у меня вот был вот такой вот именно Невея. Гель для душа с вот этой вот карамболью. Ну, еще куплю когда-нибудь, вот когда будет акция, рука потянется, обязательно возьму. Вообще, люблю Невею, люблю Палмолив, Невея, что там я еще люблю. Ну, в общем, не люблю Фаберлик, не люблю Эйван, Арифлейм. Вот я люблю вот такие обычные гели для душа, желательно кремовые, которые просто в супермаркете можно купить в открытом доступе, так скажем. Итак, для умывания. Шикарнючее средство закончилось. Это Bitex. Нет, это Vitex. Мне все пишут, пишут. Я все думаю, надо запомнить. Ну, конечно, ага, запомнила. В общем, бальзам масла для снятия макияжа с лица, глаз и губ. Я полезла на сайт, на какой-то. Вот, значит, на Валбересе я покупала за 200 с чем-то рублей, а вот на сайте мне его рекламировали девчонки. Надо комментарий прочитать. Я, значит, его нашла, ну, вот просто за 100 рублей, за 100 с копеечками. Я думала еще раз купить себе два уже, но как-то я не стала делать заказ, потому что мне должен был прийти Avon, должен был прийти Ariflame. Кстати, Ariflame еще не пришел, но я его уже жду, я уже оплатила, да, еще оплатила в прошлом году, так скажем. Так что я вот буду обязательно повторять, и я думаю, что повторю уже я не с сайта Валберес по 200 рублей за штучку, а вот с сайта, не помню какого, но, в общем-то, я когда найду этот сайт, сделаю заказ, я обязательно вам сниму видео и расскажу, что за сайт, оставлю все ссылочки. В общем-то, вот это средство чудеснейшее я находила в интернете за 100 рублей. В общем-то, закончилось. Жаль, хочу еще. И обычная вот такая вот идеальная кожа, чистая линия, гель для умывания закончился периодически. Беру абсолютно бюджетнейший, обыкновенный, ну, как бы смывает он макияж и смывает, да, там, ну, очищает кожу лица и очищает. Все, на этом все, люблю, покупаю, буду покупать. Я не гоняюсь в плане очищения лица за чем-то супер дорогим. Мне кажется, это, ну, честно говоря, не очень нужно. Лично мне это вообще не нужно. Так, значит, крем для рук, чистая линия. И, знаете, здесь написано интенсивное увлажнение, но единичка стоит и написано, что это легкая текстура. На самом деле, я бы не дала ему единичку, он бы, наверное, у меня пошел на четверочку. Достаточно хорошее увлажнение, действительно интенсивное, классное. С чем он там был? Алоэ, то есть, вот такой вот зеленый свежий аромат, очень приятный. Буду повторять обязательно. Вот крем для рук мне понравился, хороший. Дальше. Что тут у меня закончилось? Питательный бальзам для всех волос Сакура. Это компания Фаберлик. Представлен в 150 миллилитрах и стоит он 370 рублей, по-моему. В общем-то, очень и очень дорого. Я уже почти домыла шампунь. Вот сейчас я шампунью пользуюсь отдельно, вот со всякими разными другими средствами. Но я повторять вообще не буду вот эту парочку. Тем более, вот бальзам за 370 рублей в объеме 150 миллилитров, ну уж как-то прям, по-моему, дороговато. Ну, а в общем, он неплохой, конечно. Кстати, он, знаете, что делал? Мне понравилось, что волосы, он гладкие становились, но гладкие не как сосульки у вас висят, да? А все-таки объемчик какой-то присутствует, но при этом волосы такие вот прям очень приятные, гладенькие. Как будто какой-то, знаете, там кератин на них. Ну, в общем, неплохо, но так быстро закончился. Ну, как бы нет. Еще у меня закончилась маска. Это салон Ке. Маска питательная для всех типов волос, которая была ценной масла. Самая-самая первая, которая вышла в этой линейке, в черной, так скажем, упаковочке. Вот линейка с драгоценными маслами. Эту маску я уже покупаю второй раз. Мне очень нравится. Какая тут текстура? Нету тут никакой текстуры. Я прям вымола аж внутри, знаете, вода чуть-чуть, пару капелек. В общем, белая маслянистая, действительно, кремово-масляная маска. Не утяжеляет волосы. Вот прям очень хорошо работает. Мне она понравилась. Я пробовала там еще одну какую-то линейку. Их три, да, по-моему, черненьких. Я какую-то вторую попробовала. Мне не понравилось. И все. Остальные я не пробую. Вот мне нравятся драгоценные масла. Все. Кстати, шампунь, драгоценные масла я не пробовала. Мне кажется, будет очень сильно жирнить волосы. А вот маска, когда вы чисто на кончики наносите, это просто супер. Мне вот очень сильно нравится. И уже я листаю каталог, который будет. И я уже посматриваю, нужно купить вот тоже такую же маску для волос. Про волосы. Еще у меня закончилась натура Сибирики. Это лепиховый комплекс масел. Я его искала прям долго. Я помню, как-то давно я на него наткнулась просто в магазине. Я его взяла. И я обалдела, насколько круто работает это масло. Значит, у меня тогда кончики обламывались. И вот длина, вот знаете, когда вот у вас здесь растет, а здесь не прибавляется. Почему? Потому что у вас отламываются кончики на волосах, да? Кончики волос отламываются. Так вот, когда я приобрела это масло в первый раз, я заметила, что у меня реально начали расти волосы. То есть, концы у меня перестали ломаться, либо не так сильно начали ломаться. Я очень долго искала это масло. Не могла найти прям, знаете, года три, наверное. И вот удача. Я нашла это облепиховое масло для волос на сайте Валберес. И вот как-то... Нет, она хорошая. Все классно. Но вот такого эффекта, как раньше, на меня это масло почему-то не производило. Знаете, когда вы намазали кончики, да? Они напитались. Они стали блестящие, гладкие, эластичные. И вот их видно, они прям живые. Сейчас как-то не так сильно они на меня... Не так сильно это масло влияет на кончики волос, но все равно оно очень и очень суперское. Буду ли я повторять? Да, возможно, я повторю, когда закончу вот следующее масло. Все-таки вот это оси мне нравится больше. Именно сейчас мне подходит больше, чем вот это масло. Значит, здесь, конечно же, я чувствую, есть силиконы. И прям-таки много. Здесь силиконов нет. Здесь масла. Может быть и есть, но в таких минимальных дозировках, что я их даже не ощущаю. Здесь есть силиконы. Это пустые баночки, да? Я вам про полную. В общем, пользуюсь уже несколько месяцев. Израсходовала вот так. Наношу по три, по четыре пшика. В общем-то, почему-то действительно очень-очень экономное в использовании. И так как мои волосы очень любят масло, силиконовые масла, то, пожалуйста, вот мне вот это сейчас нравится больше. Но вот это очень даже неплохое масло. Все более или менее натуральное, все классно. Я его буду повторять. Да, когда вот закончу оси, я куплю себе опять натуру Сибирики. И вот сейчас несколько месяцев, когда я пользовалась маслами, да? Я их как бы, в общем-то, вместе использовала то одно, то второе. В общем, люблю, обожаю. Дальше, что у нас еще закончилось. Это у меня закончился концентрированный стиральный порошок от компании Фаберлик. Он у меня был в пробнике. И еще был кислородный отбеливатель. Я их использовала в паре вот такой. По-моему, еще один я использовала уже, да, с жидким порошком Персил. Персил, жидким средством, да, для стирки. А эти два я использовала в паре. Ну, что я вам хочу сказать. Ну, вот вы хоть убейте меня, но ничего сверхъестественного я не вижу. Во-первых, я считаю, что я хорошими порошками и так, в принципе, пользуюсь. Если бы я пользовалась, не знаю, там, миф, лоск, что там, бимакс или биован, как они называются. Возможно, я бы ощутила разницу. Но так как у меня и так довольно-таки хорошие средства для стирки, отбеливатели у меня класснючие. Я люблю больше жидкие отбеливатели. Ну, в общем, я все люблю жидкое в большей степени. Поэтому, ну, вау-эффект, ну, правда, я не заметила. Каждому свое. Кто хочет, тот пусть покупает. Если у меня, знаете, как бы нужно будет сделать заказ, а заказывать нечего, да, ну, а как бы нужно делать заказы, чтобы что? Чтобы у нас там была 70% скидка на один любой товар. То, возможно, я закажу порошок или что-то еще. Вот в этот раз, кстати, я заказала новый кондиционер для белья. Вот эта вот новая линейка Био, да, вот этот зеленый там, один из двух я заказала. Ну, то есть вот просто так могу заказать. Но вау, ну, для меня это не вау. Это обычно. Обычно так же, как и у меня, все абсолютно стирает и работает, да. Так, дальше. Про косметику. Закончились у меня Тейван. Color Trend. Румяна. Абсолютно вот такие вот маленькие-маленькие. Значит, пинг розовенькие. Они были ярко-ярко-розовые. Посмотрите на вот этот цвет. Мне они очень нравились. Я обязательно повторю розовые. Обязательно повторю, не повторю, а в первый раз возьму там персиковые. Еще какие-то там, по-моему, есть. Чуть ли не сливовые. Ну, в общем, обязательно возьму все три. Ну, постепенно. Почему? Потому что очень круто брать в поездки. Очень круто брать с собой в сумочку, в косметичку. Ну, мне очень не понравились. Во-первых, это матовые румяна, что, кстати, сейчас очень даже редко можно встретить. Обычно это все такое шиверное, все такое блестящее. Это матовые румяна, очень маленькие. Еще один плюс. Потому что я их купила, ну, наверное, полгода назад и уже израсходовала их за полгода. Это такой бонус. Это такая радость, когда у вас появляется пустышка, особенно в декоративной косметике, особенно румяна, чтобы закончились. Не знаю, пять лет, мне кажется, елозить одну упаковку румян, чтобы она закончилась. И здесь вот из-за такого очень маленького объема, кстати, сколько здесь объема, даже не вижу. Ну, в общем, мало. Мало. Наверное, два-два с половиной грамма. Вот. Закончились. Это такая радость для меня. Но они мне нравятся, я их обязательно повторю. Классные. Так, румяна откладываем отдельно, потому что скоро я буду снимать видео, что же у меня закончилось за год из декоративной косметики и из парфюмерии. Посмотрим. Итак, еще Театри, это тональное средство для лица, компания Фаберлик, закончилась. Кстати, знаете, я, наверное, месяца три, если не больше, им пользовалась. Хорошие. Буду повторять. Вот как закончу там какое-то. У меня еще одно есть. Буду обязательно, да, повторять тональное средство. Классное. Итак, переходим, наверное, мы к самому-самому интересному. Это парфюмерия. Закончился у меня пробник от компании Фаберлик, букет де Жардин. Это уже снятый аромат, зелененький, классный, очень сочный, огромное количество ревня, ревеня, да, ревеня. В общем, очень ярко чувствуется ревень. Какой он потрясающий. Я, конечно же, переливала его в адаптер и вот прям с пулевизатора на себя наносила. Сняли, очень жаль, не получается купить полную версию, но зато, наверное, штучек 30 я нахваталась вот таких пробничков. Буду пользоваться. Итак, еще у меня закончились вот такие две миниатюрочки. Это и в тру, да, вот такая зеленая водичка я вставлю, и персив классический. Кстати, персив классический я откладывала в использовании на декабрь, тоже в миниатюрочке, в 10 миллилитрах вот в такой, да, с пулевизатором. Но потом я решила, что все-таки нужно добить вот такую масляную штуковинку. Почему? Потому что мне не нравится маслами вот этими пользоваться. Я здесь все исковыряла, потому что шарик на самом деле плохо работал. И вообще, знаете, хочется побыстрее его израсходовать. Я начинала на себя много наносить. Ну, то есть, как бы на одежду уже не нанесешь. Начинаешь по коже вот это елозить этим шариком, который меня почему-то царапал. Возможно, у меня просто, ну, вот такая вот попалась, да, упаковочка. Давно у меня вот этот персив, именно в масляном, да, формате. Больше не куплю никогда вообще масляные форматы. Я поняла, что это не мое. Я люблю на себя наносить именно распыление. Ну, в общем-то, закончился. Про аромат. Знаете, даже про аромат мне нравится больше с распыления на себе ощущать. Потому что все-таки, когда это спиртовое, тогда аромат более диффузный. И даже вот в своем шлейфе он как бы растворяется, он более прозрачным становится. Ну, в общем, мне больше нравится. В масляном формате это все сидит близко к коже. Ну, как-то все-таки это не очень, мне, мне не очень понравилось. Аромат интересный, аромат яркий. Аромат, ну, он голубого цвета, но он и воспринимается. Вроде как и голубым таким, да, вот вроде как и свежий, но далеко не про свежесть. Это цветочный, несладкий, очень интересный парфюм. Вот просто очень интересный. Многие в аромате слышат грушу. Я не слышу. Я не могу разобрать, что я слышу. Это цветы, но это восток. Это несладко, но это все равно восточно. Потрясающий, на самом деле, аромат. Если бы его выпустили сейчас, я как-то уже говорила, еще раз повторюсь, если бы его сейчас выпустила компания Avon, если бы он был сейчас новинкой, вот только зашел, это было бы очень даже нишевое, как мне кажется, звучание. И вот второй ароматик и в тру, зеленый, я его носила и летом, и весной, и осенью. И вот сейчас зимой я его добила, вот никакой, абсолютно никакой. И фрукты, ягоды слышат люди, и вот белоцветочность там, гордыни его слышат. Ну, зелень невнятная, зелень и все, больше вообще ничего не слышу. Я, кстати, думала, что я не успею этот аромат добить до конца декабря. И, знаете, я прям, наверное, по миллилитру, а то и больше в день просто обливалась и ложилась спать в этом аромате. И, кстати, муж сделал, ну, комплимент, можно сказать, да, на этот аромат, когда я очень много его на себя нанесла, легла спать, значит, да, пришел муж ложиться спать, и он спросил, что за парфюм. И я, как бы, понимаю, наверное, я много нанесла, наверное, как-то что-то не то. Я говорю, что не очень, как бы, пахнет не очень, да. Он говорит, нет, наоборот, очень интересный запах, интересный или необычный. В общем, как-то так он его назвал. Я, знаете, даже на секунду загорелись у меня глаза, думаю, надо его купить в тридцаточке, повторить. Потом я вспомнила, как долго я добивала вот эту десятку. Нет, не повторю. То есть, вот, допустим, персив у меня есть в десяти миллилитрах. Вот я его буду повторять все-таки иногда. Нет, нет, буду так, знаете, для себя вот так насладиться. А вот и в тру такой очень проходящий, проходной. На мне он, мне кажется, плохо сидит. И я его вообще не ощущаю. А я люблю, чтобы я ощущала парфюмы. Так что, нет, не куплю, не повторю эти два ароматика. Ну, не знаю, пробник буду ложить, положу. Положу в пустышки за год. В общем-то, два аромата хотя бы в миниатюрах, но все же я закончила. И меня это очень и очень радует. Все, вот такие у меня были пустые баночки за декабрь месяц, да. Последние пустышки ушедшего уже года. Огромное всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.